14 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Долгие века люди не знали средств борьбы с этой болезнью и диагноз не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь. Без инсулина больной организм не может существовать и обречен на медленное угасание. И хотя сахарный диабет по сей день неизлечим, благодаря инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем. Сахарный диабет второго типа часто становится результатом излишнего веса и физической инертности. Для его профилактики эффективны простые методы по поддержанию здорового образа жизни. В скором будущем будет диабет второго типа. Мы говорим именно о здоровом образе жизни. То есть это вопросы правильного питания, физической активности, снижения веса, измерения артериального давления и регулярного контроля уровня глюкозы крови для того, чтобы предотвратить развитие диабета в будущем. Заболеваемость детей в Крыму высокая. Если 5 лет назад этим недугом заболели около 20 детей, то в этом году 104 ребенка. Кроме этого, годом ранее в Крыму у новорожденного обнаружили диабет первого типа. Ему потребовалось введение инсулина. Идет неуклонный рост заболеваемости. Вот 5 лет назад эта цифра была 20-25 детей, а на сегодняшний день у нас заболело 104 человека. В этом году год еще не закончился. Сегодня сахарный диабет, так же, как и атеросклероз, и рак входят в стройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти людей. И с каждым годом число заболевших увеличивается. Сегодня в Крыму остро стоит вопрос с обеспечением специалистами-эндокринологами больниц полуострова. Ведь именно благодаря рекомендациям этих врачей диабетики могут вести полноценную жизнь. Анна Беляева, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ.